я сейчас каждый день занимаюсь различными заготовками поэтому я так часто показываю вам во влогах вот подобные сюжеты данный момент у меня вот здесь тазики в моем любимом варится чемберленский соус подробный рецепт вы можете найти по ссылке которую я оставлю внизу под видео кто не смотрел видео советую посмотреть потому что это очень редкий соус вы его практически нигде больше не встретите соус делается очень легко здесь основные продукты помидоры и лук и все остальное игра специй здесь так хорошо подобран букет специй что вкусу соуса просто об необыкновенный очень оригинальный советую приготовить соус я разлила по банкам и в общем вот у меня получилось пять баночек опять мало в общем надо еще делать потому что я уже знаю что конечно пять банок это ни о чем вот но сегодня я уже не успеваю видимо в другой день мне опять нужно будет сделать партию этого соуса у меня уже в подвале кстати осталось очень мало места заготовок много но ничего там можно у меня потеснить банки пустые стеклянные как-нибудь осенью я вам покажу что у меня в подвале есть из заготовок что вена иди иди сюда иди на окошко иди иди прыгай залезла на стол это она ко мне я ей не разрешаю вот здесь сиди сиди вот здесь на подоконнике сиди в окошко смотри да смотри в окошко ну что что кошки жрать хотят сейчас буду их кормить съездили в магазин кое-что я прикупила сейчас я вам покажу значит масло я взяла вот такое мелодора и взяла фикс прайсе она у меня идет на заготовке потому что вот допустим я делаю из кабачков от анкл бэнс так туда сразу пол бутылки надо поэтому купила масло дальше моя зрительница кстати сделала мне очень хороший намек на то что из кабачков можно сделать варенье получается она очень вкусным она мне написала правда надо делать с медом и с апельсином я же хочу попробовать сделать с апельсином и с лимоном вот купил два лимона и два апельсина этот на кабачковое варенье взяла так кошка вон есть просит ладно подождет дальше сметану взяла 10 процентную мне это нужен для приготовления вторых блюд поэтому я взяла не очень жирную не очень мустую так скажем так че значит смотрите я сейчас по-другому стал чай покупать раньше я всегда покупала большую такую пачку определенную одного сорта чая где 100 пакетиков и она у нас долго не заканчивалась теперь я беру небольшие пакеты но разный чай то есть мне так интереснее зеленый часто покупающий чай себе но зеленый у меня пока есть не стала выбрать молока взяла вот такой муму три пачки значит из молока я буду делать кефир закваски у меня есть еще в общем сделаю кефир дальше фарш самой никогда вот честно говоря метод я буду делать скорее всего котлетки с добавлением кабачка хочу кабачок добавить кабачков много вот мне приходится его везде как говорится во все блюда пихать так дальше масса сливочная вот это взяла пачку меня еще есть сегодня не было творожной массы я обычно беру творожную массу себе там пару пакетов сегодня вообще на прилавке не было ее не знаю с чем связано в пятерочке взяла вот такой сырок чай 4 штуки так дальше хлеб как всегда беру нарезной у нас хлеба много уходит венеция уйди отсюда сейчас скажет по продуктам лазишь мне потом за тебя оправдываться что у тебя лапы чистые так хлеба у нас идет много сын берет на работу поэтому я сразу беру два нарезных белых батона и столичного черного беру сразу тоже два смотрите вот опять залезла опять залезла ну кошки запретить невозможно так ладно дальше мужу ячниваю кашу в пакетиках он вообще у меня такой каше ед каши любит в общем вот ячниваю взяла она быстро варится и в пакете очень удобно ой баранки обожаю баранки они мягкие и что интересно сегодня начала баранки выбирать они с краю значит жесткие баранки поставили твердые а в глубине мягкие я начала взяла мараночки со сладким чаем о красота так дальше папке шоколадная я не очень увлекаюсь вот этими сдобными штуками но знаете иногда в течение дня все таки хочется кофе взяла сразу 500 грамм что-то сегодня вообще кофе или слишком дорогой был или уж совсем слишком дешевый вот именно полкилограммовый и в общем я между ними выбрала средний жакей он и недорогой и не дешевый на первое время хватит а дальше я может быть что-то еще найду получше в других магазинах мы сегодня просто заскочили в пятерку так это по-быстрому соки взяла соки взяла цитрусовые это я взяла для мар для мартини так сыр взяла сыр горгонзола я его взяла красному вину 990 рублей килограмм он стоит очень вкусный сыр здесь у меня где-то наверно 300 с небольшим грамм не очень нравится так дальше кофе растворимый это просто чтобы был так персики взяла вот такие половинки и ананасы это я взяла подать к мартини так ну раз уже заговорила значит купила мартини это я уже купила в белый красный мы заехали магазин дела мартини вот такое по моему 699 рублей красное вино взяла грузинская полусладкая алаверди так и вот для пополнения бара я взяла вот такой коньячный напиток здесь вишня и шоколад очень хорошая штука вот это тоже советую так ну понятно запасы надо было пополнить бумаги туалетные дальше лимонную кислоту беру в больших пачках пятерки я чищу кофеварку свою раствором лимонной кислоты крепкий делаю раствор и прочищаю свою кофеварку кстати вот как раз уже там у меня лампочка загорелся надо мне учить дальше пополнил пополнить надо было мне вот эти ватные диски купила небольшую пачку таблетки для посудомоечной машины тоже взяла в пятерки 30 штук мне на месяц хватит цена 204 рубля по моему забыла прошлый раз фаберлик заказать вот у фаберлик мне нравятся таблетки но забыла а мои заканчиваются поэтому вот пришлось брать вот эти дальше мыло жидкое у меня есть дозатор для мыла поэтому я покупаю большие упаковки мыла вот такого чтобы выливать в дозатор меламиновая губка я часто беру вот такие губки и что я делаю я ей очень люблю чашки от чайного вот этого темного налета протирать ну чтобы не использовать какие-то моющие вещества я значит пользуюсь вот этой меламиновой губкой дальше зашла в аптеку бодягу купила стукнул с ногой на огороде на своем и у меня очень долго не проходит синяк я уже и а сетку делаю йодную в общем на ноге причем это синяк еще и болит и что-то он у меня даже рассасываться не хочет и вот в аптеке мне дали вот эту бодягу именно от застойных вот этих вот пятен буду пробовать так к шакам взяла шибу вот такую значит везде она уже стоит 30 с лишним в красном и белом она стоит 2480 в общем десяток взяла но у них там еще шиба есть я и дворовых кормлю дымку он кормлю тоже шиба с удовольствием есть так ну что все показал то ну вроде бы все ну то есть покупки такими свой упала тут у меня покупки незамысловатые мясо у меня есть так что вроде мне из продуктов больше ничего и не надо было ну вот кажется мало всего да а наверно тысяч три ушло кстати помните я делала вяленую алычу и я ее вот сейчас порезала кусочками и добавила к сыру очень вкусно и изысканное сочетание получается попробуйте алычу можно подавать к любому сыру не обязательно вот к такому да с плесенью к любому абсолютно сыру и это будет очень вкусно изысканно пикантно особенно с бокалом красного полусладкого вина и еще хочу вам идейку одну подбросить алычу если тоже вот так порезать кусочками ее можно добавлять в плов вместо барбариса алыча придаст плову тоже такой очень хороший вкус придаст кислинку небольшую вообще алыча очень хорошо сочетается не только с сыром но и с мясными продуктами каша вот очень любит играть вот с этим ковриком который я стилю в коридоре она разбегается вот оттуда с ванной разбегается и прямиком значит катается вот на этом коврике то есть мне его бесполезно расправлять 1 его тут же под себя все равно загребет так что этот коврик прямо ее любимый с гребет еще на нем потом будет спать да а ты что кричишь ты что кричишь коде что мальчик что нос поцарапанный весь да вот да дашь дашь разлеглась красавица да красавица вот он получил правильно не лезь да на привокзальной площади вот наш вокзал вот там вдалеке виднеется значит сейчас мы пойдем в днс магазин и купим блендер в общем мама заказала себе блендер чтобы измельчать овощи сейчас пойдем есть что-нибудь выберем вот такой блендер купили маме мы сейчас у нее в гостях вот на ее кухне значит выбирали долго она хотела белого цвета там были черные так что мы взяли белый поддакивает мамуля так что мы ее желание выполнили так блендер стоит сейчас я вам скажу 2 2 400 в общем так у нее сломался сам блендер и в общем пришлось покупать новый так что здесь комплекции ну как всегда вот это погружной блендер так здесь вот это сама ручка так сейчас я его соберу и покажу вам так ну вот блендер в собранном состоянии вот такой скарлет 750 ватт вот такая штука сейчас я буду заниматься перестановкой в общем у нас на третьем этаже в холле у нас такое открытое пространство здесь окна здесь комната туда идет на второй этаж лестница так и и вот еще комната 1 в общем здесь была комната сына он переехал и она сейчас пустая и в общем я хочу вот эту всю библиотеку стеллажи книги перенести в его комнату я вот уже началась убирать с полок журналы в общем работа предстоит мудрная но нужная комната сына пустая посмотрите в общем здесь только вот ударник окна с занавесками и в углу вот такой шкаф еще стоит шкаф тоже весь пустой в общем теперь шкаф остался не неудел а шкаф кстати хороший угловой пустует в общем эту комнату сейчас буду располагать стеллажи посмотрите что я нашла это каталог отто от девяносто восьмого года и если его полистать этот каталог то он примут современной смотрите кажется что так сейчас найдем что-нибудь вот посмотрите мода как у нас сейчас да смотрите разве скажешь что это девяносто восьмой год ну вот уже за окном вечер я только-только закончила переносить книги и стеллажи вот сюда в мансардную комнату ой намучилась я ребята честное слово в общем представляете вот эти все книги перетащила сама никто мне не помогал но я сознательно отказалась от помощи потому что у мужа дела свои сын на работе вот но я так маленькими стопочками понемногу понемногу все перенесла значит все стеллажи протирала от пыли мыла сверху в общем все полочки с обратной стороны все вымывала все вычищала вот и значит расставляла расставляла книги в общем устала это просто кошмар какой-то вот в этой комнате будет меньше все пылится потому что вот в открытом холле где раньше библиотека стояла мне приходилось конечно ну раз в неделю вот здесь вот все протирать вот здесь я протирала сверху на книгах протирала все здесь книгам лучше будет меньше пыли вот ну и комната и никто пока не пользуются в общем пусть книги стоят здесь у вас конечно вопрос возникнет да откуда столько книг зачем и так далее но во первых я с собой свои книги привезла еще когда мы жили в сибири у меня там уже была библиотека мы все книги сюда притащили вот и здесь значит мама отдала книги она сказала мне вообще не нужны у тебя дом большой забирай книги пусть они будут у тебя у меня честно говоря рука не поднимается выбросить книги вот как вот так вот возьми и выброси да вот конечно нет ну и еще тут книги остались от свекрови со свекром у них в принципе хорошие все такие книги были собрание сочинений очень много и в общем то их книги тоже здесь но они стоят мне не мешают пусть пусть стоят вот вот эти журналы конечно они все ну как сказать старенькие тут наверное с двухтысячного примерно года журналы это я когда-то выписывала выписывал я очень много журналов на почте меня там сибири всех знали и всегда в общем то я их по подписке выручала в нашем поселке потому что люди мало что выписывали а я выписывала очень много на большую сумму когда мы еще строили дом я выписывала от идеи для вашего дома тут в общем по интерьерам очень много журналов вот я очень любила вот эти журналы по психологии очень все понятно написано вообще конечно журнал обалденный и вот хоть он уже старенький да вот значит смотрите 11 год но в общем то весь материал актуальный и эти журналы иногда я перечитываю как будто бы заново вот то есть вот если вы можете посмотреть по корешкам да то есть вот двухтысячный год журналы вот но основном по интерьерам и очень много по цветоводству очень много вот эти журналов все значит мои цветы ландшафтный дизайн здесь так ну в общем конечно журналов дофига честно говоря но вот это за рулем тоже это у меня мужчина выписывали когда-то смотрите какая темень за окном художественную литературу честно говоря мне читать вообще сейчас нам просто некогда абсолютно некогда я больше сейчас сижу в интернете конечно часто перечитываю вот любимая дача очень мне нравится когда-то я выписывала еще и приусадебное хозяйство журнал но потом через несколько лет я перестал его выписывать там ничего нового нет одно старье из из номера в номер какой-то вот старую информацию переносит вот и ничего нового не не опубликовывали они поэтому я предпочтение отдавала журналом вот цветочный клуб так ой не видно здесь темновато да ну вот мой прекрасный сад я выписывала вот любимая любимая дача в общем короче вот такие журналы это я все с севера с собой тащил эти журналы так ну что еще вам интересного показать я даже не знаю кстати книг очень много но но я не книгоман так чтобы прям запоем книги читать я не знаю в общем в мир и вернее век интернета по моему книги конечно ушли на какой-то там дальний план не знаю кадры темные будут или нет в общем у меня здесь смотрите вот только такая подсветка но вот и я включила еще свой softbox немножко подсветить не знаю как как получится картинка сейчас на видео днем не успела снять днем занималась заготовками так ударную установку тоже сюда перенесла потому что ну вещь дорогая смотрю и кошаки начали тут по ней лазить на стульчики вот на этом начали сидеть вот в общем я предлагаю сыну старшему который с нами живет сделать здесь себе комнату дополнительно у него комната есть наподобие этой тоже 55 метров квадратных и это 55 метров здоровая комната вот но у него там и кабинет и спальня в его комнате и коллекция его аппаратуры музыкальной различной он собирает эту аппаратуру в общем и я ему предлагаю здесь сделать такое как бы спокойную комнату спальню чтобы ну как-то разграничить спальню здесь вот кабинет ему сделать ну вернее кабинет оставить на прежнем месте где вот сейчас у него все но не знаю он работает ему некогда все сюда перетаскивать там кровать тумбочки и так далее здесь у нас счет кладовочка есть но там честно говоря там всякое барахло сейчас я вам открою свет включу так ой давай давай камера фокусируйся фокусируйся все сфокусировалась в общем не ужасайтесь конечно никаких стеллажей здесь у нас нет на всех просто сюда все кидаем и все здесь у нас обогреватели какие-то коробки там техники чемоданы тут наши так пылесос здесь же переноски кошачьи в общем вот еще чемоданы он еще переноски вот это вот кошачьи выставочная палатка когда-то я по выставкам ездила кошек вот это лежит теперь за ненадобностью когда покупал такую дорогую палатку кошачью выставочную но теперь значит все здесь же какие-то матрасы здесь елки елочные игрушки вот там кстати совсем скоро наверное новый год тут мне кажется что совсем недавно я сюда приносила игрушки из и елки вот совсем недавно и вот уже вот не успеешь оглянуться опять все вытаскивать вот и опять наряжать елки ну в общем здесь у нас вот так все это кладовка нас кстати очень хорошо выручает вот знаете стеллажи мы не захотели здесь делать вообще-то ну верх руки не доходят а во-вторых у нас и есть еще другие организованные места хранения поэтому здесь проще вот так кучей просто свалите все здесь там какие-то вещи старые которые ну наверное надо выбросить уже просто меня честно говоря руки не доходят до этой кладовки вот ну вот так вот так все выглядит кстати у нас здесь есть даже и коммуникации поэтому вообще при желании здесь можно было даже и ванную комнату устроить потому что у нас здесь слив воды есть да вот но вроде как нет необходимости в этом ну два санузла есть зачем зачем еще городить ой я так устала за сегодня с этими книгами с этими стеллажами так что друзья на сегодня с вами буду прощаться до новой встречи не теряйте меня скоро новое видео пошла и отдыхать всем пока пока я вас всех люблю и целую